Куда вы ходите, что вы смотрите, что вы читаете и так далее. И знаете, говорят, что чем меньше сегментирован, например, мы в маркетинге изучали, чем меньше сегментирован продукт, тем больше его будут покупать. Поэтому, например, какие-то компании выпускают шампунь, шампунь для объема, для волос с тягущимися кончиками, шампунь для объема, для светлых волос, шампунь для объема, для темных волос, подозреваю, что разливают они во все бутылки одно и то же, скорее всего, но таким образом они покрывают максимальную часть аудитории, каждый находит что-то прямо для себя и остается с этим продуктом, потому что думает, что компания подумала конкретно про него. И поэтому, чем больше сфер своей жизни вы будете освещать в Инстаграме, то есть о том, что вы мама, или о том, что вы бабушка, или о том, что вы каким-то особенным образом ухаживаете за своей кожей, о том, что вы, не знаю, делаете варенье невероятное, тем больше людей вы сможете охватить. Рассказывает, как раз кучается в Инстаграм. Кто-то пропустит, не знаю, вашу историю становления как бизнес-леди, но, например, вы сможете его зацепить тем, как вы стрелки на глазах рисуете. То есть вы должны быть максимально мультифункциональны, вы должны как спрут распускать свои щупальца в Инстаграме во всех направлениях, то есть описывать самые, казалось бы, незначительные фрагменты вашей жизни, и вполне возможно, что именно они найдут отклик в сердцах тех, у кого это тоже близко. Поэтому, насколько бы бизнес-ориентированным не был бы ваш аккаунт в Инстаграме или ВКонтакте, обязательно должны быть посты про вас, посты от вас, личные, атмосферные. У вас должно быть прямое общение с вашими подписчиками, регулярное. Доброе утро, сегодня настроение хорошее, а вот сегодня плохое, а вот как у вас погода, а у нас хорошо. То есть они должны приходить к вам в аккаунт как к гостям. Им должно быть у вас уютно. Они должны знать, что их там ждут, что им там ответят всегда. Очень важно отвечать на комментарии, но я думаю, что это все делают. Потому что по секрету скажу, что эффективность аккаунтов сейчас крупными рекламными агентствами оценивается уже не просто количеством подписчиков, потому что все знают, что в годах можно купить по 3 рубля за мешок. И не количеством лайков, потому что их тоже можно купить по 5 рублей за мешок. А именно количеством и качеством комментариев. Потому что если подписчики куплены и если лайки куплены, то комментариев будет мало, либо там будет один спам, реклама и так далее. А вот если у вас подписчики вовлечены в разговор с вами, в комментарии, это значит, что вы держите аудиторию, это значит, что ваш аккаунт может продавать. Поэтому ваша задача также постоянно провоцировать подписчиков на разговор с вами. То есть в конце вашего поста про варенье, например, мы пишем, «А из чего варенье делаете вы?» или «А вы какой рукой стрелки рисуете?» Не знаю, то есть хорошо в конце задать какой-то вопрос, но так же постараться, чтобы это было не очень навязчиво и не сидело как седло на корове. Это вопрос, приляпанный в конце. То есть вам очень важно провоцировать подписчиков на диалог постоянно. Дальше. Я вижу в инстаграме, который вообще-то в первую очередь про фотографии, порой чудовищно некачественные фотографии. Мне кажется, что в инстаграме, как нигде в другом социальном аккаунте, нужно уделять внимание качеству фотографии. Вплоть до того, что надо идти на курсы фотографии, курсы фотошопа, потратить на это время и деньги, и научиться либо красиво фотографировать, либо, если вы берете фотографии из интернета, посмотрите, чтобы там не было видно пикселей, чтобы она не была зернистой, чтобы это была очень качественная фотография. Потому что в 21 веке сейчас, когда у всех суперкрутые телефоны с классными камерами, публиковать некачественные фотографии просто стыдно. Вот прямо лучше никакую, чем плохую фотографию. Следите, как реагирует по количеству лайков на какие-то фотографии, что ближе вашим подписчикам. Потому что я, например, давно заметила, что моим подписчикам гораздо меньше нравятся мои глянцевые, а уже убрали фотку, такие глянцевые, отфотошопленные фотографии для журнала, казалось бы, поработал там стилист, визажист, парикмахер, кто там еще, фотограф, фотошопер. А им не нравится, там, не знаю, 5 тысяч лайков на фотографии. В итоге там муж фотографирует меня с ребенком, как ребенок меня кашей обплевал, 15 тысяч лайков. Понимаете, разная аудитория. У кого-то, у кого, например, у девушек, у кого в подписчиков, в основном такие гормональные юноши, например, да, там наоборот, чем больше груди, чем больше тела, тем больше лайков. Раз там цветочек выложила, нет лайков. Гормональным юношам не нравятся цветочки, им нравятся груди. Вот, поэтому вычисляйте свою аудиторию. Несмотря на то, что вы все продаете одну и ту же косметику, вы все ее продаете по-разному. И аудитория у вас тоже разная, я уверена. У кого-то это совсем юные девочки, у кого-то это состоявшиеся уже дамы, у кого-то, не знаю, спортсменки и фитоняши, и ппшницы, и зожницы, а у кого-то это дамы, которые любят, там, шашлычок, картошечку, и все такое. То есть ищите свою аудиторию. Как только вы найдете свою нишу, то есть как вы будете это делать, то есть, например, у вас вообще может быть страница про правильное питание, например, да, и каждый третий или каждый пятый пост вы просанкиваете вашей семье, и чтобы они узнавали в вашей истории себя, да, а вот теперь я вот тусуюсь в Санкт-Петербурге, и вчера у нас были танцы, а завтра мы поедем в Петербург, да, вот, и они все так завидуют вам, они вот в своих маленьких городках сейчас там в небогатых семьях живут, растут, им очень хочется тоже состояться, то есть вы должны их зацепить и смотивировать, поэтому не пушьте их, не давите их слишком часто своими призывными постами, я захожу иногда по спаму в комментариях, там вот сейчас очень новая работа для мамочек, депринти, там вот что-то такое, я захожу, и такие бездарные аккаунты, то есть каждый пост, это призыв, там, зарабатывай столько как в день, там, зарабатывай столько как в неделю, потратить всего три часа в день на то-то на то-то, сразу хочется заблокировать и все, и забыть про этот аккаунт, а вот если между, там, этими рекламными объявлениями есть какая-то информация от первого лица, уже интересно хотят их тыркнуть, поразглядывать человека, поразглядывать, как он выглядит, есть ли у нее морщины с ее кремами или нет, да, посмотреть, как она выглядела в детстве, какая у нее семья, кто у нее муж, то есть вот представьте себе аккаунт, просто со сплошными рекламными такими коллажиками, сразу хочется закрыть, и как только живые лица какие-то появляются, конечно же, это хочется разглядывать. Еще один секрет, помню, рекламный, который сейчас действует до сих пор, вот вижу в Инстаграме, на любом рекламном плакате или изображении, или баннере всегда лучше работает фотография лица человека, чем любой шрифт, любая картинка, любая графика, то есть люди реагируют именно на лицо, именно на глаза, помните об этом, если слишком увлечься цветочками, лепесточками, котятами и пейзажами, например, да, это, конечно, может быть очень мило, но работает хуже, чем если вы будете периодически выкладывать либо себя, либо своих детей, внуков и так далее, либо брать готовые фотографии из интернета, что не совсем легально по правилам Инстаграма, но пока что еще никого за это не посадили, то есть лицо человека всегда работает лучше и всегда привлекает внимание, на нем хочется остановиться, пока ты листаешь ленту, чем если это будет картинка с каким-то текстом, или просто картинка нарисованная, или просто пейзаж. Качество текста. Ну, про орфографию, пунктацию вообще говорить не буду, потому что все понимают, что ошибками, которые мы совершаем, мы отталкиваем какую-то категорию людей, которым повезло родиться с врожденной грамотностью, или которые хорошо учились на уроках русского языка, для литературы. Поэтому, конечно же, обязательно следите, обязательно используйте приложение, которое подсказывает вам правильное написание слов, но самое главное – это, конечно же, содержание, это посыл, это энергетика. Я замечаю, что то, как сработает фрукпост, зависит от того, сколько сил и эмоций я в него вложила. Это уже такая более тонкая сфера. То есть, если я просто в пупыхах набросаю текст про то, какой хороший крем мне прислали, несмотря на то, что он тоже будет так же литературно неплохо обрамлен, он меньше продаст кремов, чем, если я вот прям с потею, пока его буду писать, 30 раз бэкспейс, и снова напишу, 50 раз сотру, снова напишу. То есть, чем больше сил и эмоций вы вкладываете в это, чем больше вы стараетесь, тем больше будет отдача. Ну, то есть, просто такой закон обмена энергиями. Чем больше вы вкладываете, тем больше вы получаете. Поэтому очень хорошо старайтесь над текстами, очень работайте над текстами. Это так же важно, как и качество фото. Качественное фото – качественный текст. Это совершенно очевидные вещи, но без этого никак. И так как я вижу много некачественного текста и много некачественной рекламы, то об этом, видимо, имеет смысл все-таки говорить, потому что многие думают, что главное лишь бы что-то написать. Регулярность. С какой частотой вы вешаете посты в соцсетях? Каждый день. Каждый день сколько раз в день? Каждый день. Три. Три – отлично. Пять – может быть, для некоторых часто. Тут главное тоже не переборщить, потому что если какой-то блогер, на кого я подписана слишком часто, выкладывая их посты, у меня тоже возникает желание от него отписаться, потому что у меня достает немного, да? Его слишком много, его too much. Мне кажется, что три раза в день – это оптимально. И когда я только начинала Инстаграм, я советовалась с родителями Инстаграма и Фейсбука «Всея Руси», есть такие серые кардиналы, они сказали, что по их статистике три поста в день – это оптимальная активность для блогера. Дальше. Эти посты должны быть в правильное время, разумеется. Разбивка между ними должна быть не менее трех часов. Вывесить три поста подряд с интервалом в 10 минут совершенно бессмысленно и неправильно. То есть вы, например, выкладываете один пост «Утро», один пост «В обед» и один пост «Вечерний прайм-тайм». Также важно очень выяснить по лайкам, по качеству лайков, когда вас наиболее активно читают и когда ваша аудитория реагирует на вас. Потому что, например, если я работаю с каким-то продуктом для Москвы и рекламирую что-то, чем может воспользоваться только москвич, например, какая-нибудь клиника, или салон красоты, магазин, который находится в Москве и никуда ничего не отправляет, то очень хорошо это сделать в вечернее время, когда все пришли с работы и после ужина листают ленту. Если же работаешь на Россию и готов отправлять по всему миру, по всей России, то нужно учитывать сдвиг часовых поясов, и тогда, разумеется, это лучше сделать в обеденное время, чтобы и Владивосток успел прочитать, и Калининград уже успел проснуться к этому времени. Поэтому время также нужно рассчитывать. На моей практике первый пост оптимально делать в 11 где-то часов по Москве, это когда все проснулись. Отличное также таймслот – это обеденное время, когда все на обеде. И все, наверное, знают, что выходные – это не лучшее время для рекламы. Как раз выходные очень хорошо развлечь своих подписчиков чем-то ненавязчивым. Они не настроены принимать каких-то решений серьезных, они не очень настроены на покупки, но что-то такое непринужденное почитать, необязывающее – они готовы. Поэтому выходные никто из рекламодателей никогда не просит размещать свои рекламные посты. Все крупные рекламные агентства всегда ориентируются на дни с понедельника по четверг. И даже понедельник, вот по моим наблюдениям, тоже так сидит. Прямо такие самые горячие пирожки раздают со вторника по четверг. В вторник всегда четверг – самые-самые крутые дни для проталкивания своей бизнес-идеи и для продаж в соцсетях. Дальше. Я хотела вам сдать еще несколько конкретных пиарщиков, в Инстаграме, на которых я бы советовала всем подписаться, неважно, сидите ли вы только ВКонтакте или в Инстаграме и ВКонтакте. Это новая вообще категория пиар-специалистов, которые занимаются конкретно раскруткой в Инстаграме и ведут блог о том, как это делать. Я сама на них подписана, и очень много всего полезного от них узнаю. Обязательно почитайте их блоги с самого начала. Вот отмахайте прямо на начало, и там, где они пишут, как оформить шапку в Инстаграме, что там должно быть, чего там не должно быть, про хэштеги, про геотеги и так далее. То есть обязательно почитайте это все, потому что об этом еще не написаны учебники. Про это еще мало кто говорит. И это самые первые специалисты вообще, которые об этом рассказывают на русском языке. Сейчас я вам запишу их аккаунты. Первая девушка, ее зовут Любовь, я ее знаю лично. Она уже раскрутила несколько крупных звездных и не звездных аккаунтов. Любовь, нижнее подчеркивание, пиар-блог. Она изначально, она пиарщик по образованию, она, вот так всем понятно, все видно? Любовь, пиар-блог. Она работала в Министерстве образования и до сих пор работает в Министерстве образования, организовывая огромные, многотысячные, десятитысячные форумы и конференции по образованию. Но вот ее страсть, это Инстаграм, и у нее там все очень хорошо получается. Следующий специалист у нас будет мужчина по имени доктор Инста. Доктор точка Инста. Я подчеркиваю, что то, что они пишут про Инстаграм, во многом коррелируется с другими социальными сетями. И еще один специалист, это Гущин. Гус-чин. Вот. У них можно почитать о том, как раскручивать свой аккаунт, причем бесплатно. Очень много... Ну, то есть понятно, что можно размещаться у каких-то там звездных блогеров за деньги, да, можно покупать на деньги ботов и подписчиков, что тоже, в принципе, иногда имеет смысл сделать, когда вы только-только стартуете, потому что, когда заходишь к человеку, и у него 60 подписчиков, то тебе не кажется, что он успешен, потому что сейчас такое уже... Кстати, всем видно или мне отойти, пока вы перепишете? Сейчас такой мир, что уже в резюме, точнее, в требованиях к кандидату в крупных корпорациях пишут сильный личный аккаунт в социальных сетях. Это уже требования к кандидатам. Это новый мир, в котором... А что такое сильный аккаунт? То есть если он сильный, на него не может быть подписано 60 человек, да, потому что если человек интересен, то он интересен многим. И вот тут как раз может быть имеет смысл купить подписчиков, да, это действительно стоит, там, не знаю, 500 рублей за 100 штук, что ли. Или, может быть, даже меньше. Давно не покупала. Для того, чтобы просто заходя к вам, человек видел, что у вас уже наработана какая-то база людей, и чтобы он хотя бы пролистал дальше и заинтересовался вами. Вот. О том, как еще привлекать к себе в Инстаграм подписчиков вы сможете почитать вот в этих вот аккаунтах. А, еще один классный. Даже с английским языком есть кто-то свободно по-английски читает, понимает? Нет. Тогда не буду. Нет, надо, надо. Мы изучим. Есть, да? Мы изучим. Есть? А что вы такие стеснительные? Нет, не говорю. Там еще один английский ресурс, англоязычный. На него надо прямо подписаться. Зайти на сайт, подписаться, и он, по-моему, раз в сутки или раз в двое суток будет присылать вам электронное письмо с советами о том, как вести Инстаграм, как раскручивать Инстаграм, о том, как сделать идеальную фотографию, как ее обработать. Очень интересно. Мне нравится. Я сама с удовольствием читаю и подписываюсь. Так, это будет не аккаунт в Инстаграме, а прямо-таки страничка www.influence.themarmaltist.com Как бы вписать это все? Точка. Да, давайте так сделаем, правильно. Так, www.influence.themarmaltist.com Это сайт исключительно для подписки. То есть вы заходите туда, и там сразу будет окошечко, куда надо будет ввести свой электронный адрес. Вводите и начинаете получать от них письма. Мне очень нравится. Например, я узнала от них... Ну, конечно же, все любят сейчас фотографировать, да? Сейчас такой век, чтобы все неожиданно стали писателями и фотографами благодаря Инстаграму, ВКонтакте и Фейсбуку. На этом сайте узнала такой совет для путешествующих блогеров, что надо встать первыми еще до рассвета и прийти к той же Энхелевой башне или на ту же Красную площадь к Собору Василия Блаженного первыми, с первыми лучами солнца. Поэтому тогда у вас будет фотография без толпы туристов, без теток в кадре, без японцев, без китайцев в кадре, только вы и Собор Василия Блаженного. И как раз первые лучи солнца, они сделают вашу кожу идеально ровной, красивой. Американцы называют это время «Golden Hour» — «золотой час». Это такое бывает на рассвете и на закате, когда солнце уже низко. Кожа становится золотистого цвета, поэтому называется «Golden Hour». И вот совет такой мне очень понравился, что надо вставать в путешествиях пораньше, если есть амбиции, сделать классные фотографии на фоне каких-то достопримечательностей, которые весь день окружены туристами потом. Я знаю, что многие из вас ведут аккаунты, посвященные правильному питанию и ЗОЖ, и продают витамины, да? Да, да. А что еще в этой линейке у «Эрик Лэйн»? Ага, это что-то типа... Боюсь сказать, «Энерджида»? Нет? «Вэлл»? А? «Вэлл»? Это что-то другое? Это тоже такие банки, да? С коктейлем, да? Да? Ага, хорошо. Ну, я думаю, что у вас как раз аккаунты наполнены, да, какими-то советами о здоровом образе жизни, да, в основном? Да? Это же как раз, наверное, ваша тема должна быть. Что между батончиками и чем-то коктейлями вы рассказываете о том, как правильно делать упражнения планка, да? Вот это все, да? Ну, это понятно. Это вообще, конечно, благодательнейшая сейчас тема. Все хотят сейчас быть здоровыми, красивыми, подтянутыми и стройными. Но конкуренция в этой сфере, соответственно, еще больше, мне кажется, даже больше, чем в продаже косметики, вот, по моим ощущениям, потому что весь Инстаграм состоит из фитоняш сейчас и качков. Что здесь можно посоветовать? В первую очередь, конечно же, постараться себя приблизить к их идеалу, да? Вот поэтому только вы своим примером можете показать. При этом иногда вы можете оставаться вообще за кадром. В кадре не может быть ваших фотографий, может не быть ваших фотографий, вы можете использовать фотографии с других аккаунтов. И здесь, конечно же, лучше давать тогда ссылку на этот аккаунт, чтобы не возникло потом никаких проблем. То есть, когда я говорю, что аккаунт должен быть максимально персонализированным, это не значит, что вы должны быть в кадре. Вы можете, в принципе, оставаться за кадром, но писать все равно от первого лица, писать от себя. Есть такие аккаунты, вполне даже успешные, например, знаменитый Follow Me. Это фотоистория, когда девушка тянет за руку парня за собой по всему миру. Это аккаунт парня. Парня в аккаунте никогда не было, да? Его никогда не было видно, и в итоге он стал всемирно известным, сейчас имеет миллионные контакты. Он контракты и отлично преуспел. Поэтому, если вдруг вы по каким-то причинам не хотите себя публично, да, выставлять в соцсети, то вы можете это делать как бы за кадром. Самый, на мой взгляд, эффективный способ продвижения в Инстаграме – это сотрудничество с другими блогерами. Вы это делаете? Нет? Никто не делается. А? В курсе? Ну, подождите, вы это делаете? Нет. Таким, мы в курсе. Ну, вы это не же делаете. Вы это не делаете, потому что вы не знаете, как договориться с ними, да? И как, да? Очень просто. Надо искать, во-первых, ну, во-первых, вот об этом очень классно пишет Любовь пиар-блог, который мы записали первым, и она именно этим способом раскрутила и себя, у нее сейчас 26 тысяч подписчиков буквально на 30 постов, то есть на всего там сделано, не знаю, 30 или 40 постов, у нее 26 тысяч подписчиков и более тысячи комментариев под каждым постом, потому что она нашла свою нишу, она ее зацепила более тысячи комментариев, это больше, чем, не знаю, у Ксении Собчак с ее там пятью миллионами подписчиков, понимаете? Это просто девочка, пиарщика такая же, как и вы все. Вот она нашла свою нишу и выстрелила в ней. И ее камер как раз в сотрудничество с другими аккаунтами. С чего нужно начать? Нужно отсортировать людей примерно по похожему на вас количеству подписчиков, потому что, конечно же, Ксении Собчак неинтересно сотрудничать со мной, у меня 500 тысяч подписчиков, у нее пять миллионов, для нее это не пиар. Поэтому, а кому-то у кого 400, 500, 600, как бы у меня, им интересно со мной сотрудничать, потому что от меня к ним придут люди, а к них ко мне придут люди. Очень классно устраивать совместные марафоны какие-то. Например, марафон здорового образа жизни. Мы будем выдавать задания каждую неделю, а вы будете выполнять там, типа, кто все выполнит, получит от вас приз, какой-нибудь крем, неважно. Вообще народ в соцсетях очень жадный и до халявы, может быть, не в соцсетях, может быть, везде. Поэтому конкурсы всегда работают на ура. И вы не поверите, но даже просто за трехкопеечный гель для душа люди с удовольствием делают репосты, подписываются. Всем просто хочется приз, подарок, да, порадовать себя, а почему бы нет, совершенно бесплатно. Поэтому проводите конкурсы, провоцируйте их рассказывать о себе в своих аккаунтах, подписываться на вас и просите, делайте кросс-промоушен. То есть вы рассказали о девушке, которая готовит какие-нибудь здоровые печеньки. Она рассказала о вас, что вы продаете здоровые батончики, например. или сотрудничаете с какой-нибудь девушкой, которая, я не знаю, мать, многодетная мать. Вы рассказали о том, что вот какие бодрые бывают мамы, которые ведут здоровый опыт жизни, что у них времени не хватает на пять детей и двух мужей. Вот. А она о вас тоже рассказала о том, как вы круто ведете бизнес и как здорово можно вести бизнес удаленно, вообще находясь в любой точке мира и так далее. То есть пишите всем директ. Практически все блогеры читают директ. Просто пишите им, предлагаю сотрудничество. И в начале текста, который вы пишете в обращении, обязательно начните с того, что им это принесет. Опишите их выгоду. Расскажите, что у меня очень активная аудитория, даже если у вас это тот человек. Скажите, что это очень активная аудитория, покупательно способная, я их там по крупицам собирала, у меня нету ботов. Я не знаю, быстро подписались бы на ваш аккаунт. Да, давайте типа обменяемся подписчиками. И потом уже парочку слов о том, как вы это видите. И таких писем вы должны, таких сообщений в директе или на почту, которые пишут в шапке аккаунта для сотрудничества блогеры, вы должны рассылать, ну не знаю, 15 дней хотя бы. И тогда, может быть, двое отзовутся, и у вас будет постоянный такой приток подписчиков. Если вы там хотя бы раз в три дня, да, кого-то будете выкладывать, а кто-то будет выкладывать вас, то подписчики будут потихонечку капать, капать, капать и капать. Кто балуется хэштегами? Кто любит хэштегов подолепить? Так, не все, да? Ну, вот по последним наблюдениям хэштеги работают все хуже и хуже. Потому что если ставить популярные хэштеги, такие как ЗОЖ, Красота, Девушка, Москва, Самара, то по этим хэштегам так быстро появляются новые фотографии, что никто не успевает даже вас увидеть. Даже если я захожу, посадить хэштег Москва, то пока я печатаю слово Москва, ваша фотка уже улетела в дар корабле, она уже где-то внизу ленты и никто туда не домотает. Если использовать какие-то странные, уникальные хэштеги, то вероятность того, что на него за один случайные люди тоже мала. Поэтому Любовь как раз говорит о том, что хэштеги очень удобно использовать для навигации внутри своего аккаунта. «Иванова», нижнее подчеркивание «рецепты», «Иванова», нижнее подчеркивание «бизнес», «Иванова», нижнее подчеркивание «старт продаж». Не знаю, да? И потом, если вам кто-то задает вопрос в комментариях, а с чего вы начали ваш бизнес, а вот какие вложения требуются, то вы сразу такая «смотри», хэштег «Иванова», там «старт продаж», например, «Иванова с чего начать». Вот, и таким образом потихоньку люди привыкнут к этим хэштегам, и вам самим будет удобно, не надо будет повторять одно и то же по нескольку раз, и у вас будет такой как справочник по вашему аккаунту. А вот должна сказать, что геотеги сейчас работают лучше, чем хэштеги, а многие ими пренебрегают. Геотег, ну все знают, что такое, да? Местоположение. Местоположение. Отметить местоположение на фотке. Это очень важно, потому что оказываясь в каком-то месте, всем интересно посмотреть, кто там еще был, что здесь еще происходит. И опять-таки, здесь лучше не использовать хэштеги такие глобальные, как название вашего города, или там «Россия». Нужно что-то такое более местечковое, там, не знаю, какая-нибудь. Проспект имени Ленина, например, да? Где не тысячи, но сотни, например. Где фотографии появляются не каждую секунду, а, например, там. Одна, две, три людей. Вот. И тогда, зайдя туда, человек, возможно, увидит вашу фотографию. А если у вас много подписчиков, то, возможно, она еще окажется в топе по этому местоположению и надолго там зависнет. Там. Может быть, она там висит несколько месяцев даже. Поэтому геотегами как раз лучше не пренебрегать, а геотеги лучше обязательно ставить. Всегда. Причем они обязательно должны соответствовать вашему месту. Вы понимаете, да? Например, то есть вы можете находиться в Кирове, оставить хэштег «Рублевка». И это делают сейчас сплошь и рядом все шоу-румы, которые продают одежду. Они ставят места, плачные московские места, в которых тусуются модницы, там, типа, не знаю, «Ночной клуб», «Крыша мира» какой-нибудь модный в Москве. Или «Рублевка», та же самая пресловутая, или «Тверская». Да? То есть они знают, что их аудитория тусуется домой, поэтому они ставят тот геотег. Поэтому вы должны предположить, где тусуется ваша аудитория, где она живет, может быть, там, школы, ну, то есть «Си», например. Геотеги школ очень это популярны, как вы понимаете, да? Все дети сидят в соцсетях, и поэтому можно пользоваться геотегами школ, университетов, учебных заведений любых. Абсолютно можно найти, это абсолютно точно. И, например, я сотрудничаю тоже с крупными аккаунгами бесплатно, потому что мне интересны их подписчики. Вот, например, мы сюда проводили марафон, который организовала «Пяршица любовь». Там был остеопат, психолог, я и девушка, которая сделала фитнес-приложение для… фитнес-приложение, короче, для телефона. У меня было больше всего из них подписчиков. То есть, в принципе, я могла бы отказаться, но они меня уговорили, и результат был отличный. То есть ко мне добавилось где-то 10 тысяч человек. При том, что у меня, допустим, 400, у них там 300, 200, 100, например. Но у меня был суперприрост, я очень довольна. Поэтому абсолютно не только за деньги. Нет, нет, нет. Это как раз-таки ваша способность коммуницировать, ваша способность убеждать. И вообще, если вы просто много-много-много раз попробовать. И каждый, не знаю, десятый, каждый пятнадцатый согласится. И, кстати, вот, когда будете читать аккаунт Любови, почитайте еще комментарии. Потому что в комментариях у нее как раз гнездятся все те, кто ведут свои аккаунты в Инстаграме, пытаются делать из этого бизнес и как раз тоже ищут себе бесплатное сотрудничество. Очень ищут кого-то, кто о них бы рассказал, а они бы рассказали. Поэтому вот так как раз поищите себе собеседование. Как это называется? Коллега. И все равно результат, как бы, ответственный за результат на вас, а не на нем. Вы не должны думать, что это он плохой, поэтому не пошло. Нет, это вы ошиблись, поэтому не пошло. Но вообще реклама в Инстаграме сейчас продает как ничто другое. И это доказывают все крупные бренды, которые пришли в Инстаграм, потому что в Инстаграме уже не рекламируются иногда. Я не знаю бренды, которые бы не рекламировались в Инстаграме. Может быть, разве что там Rolls-Royce и Bentley. Потому что все остальные, там, не знаю, какой-нибудь Ritual, L'Oreal, все косметические бренды присутствуют в Инстаграме. Все автомобильные бренды присутствуют в Инстаграме. Все бренды бытовой техники мировые присутствуют. То есть это не может не работать. Большие бренды с их огромными маркетинговыми отделами не могут ошибаться. Реклама в Инстаграме работает. Главное найти ту форму и тот формат рекламы, который будет работать на вас. То, что инструмент рабочий, в этом вообще уже нет никаких сомнений, иначе по миллиону долларов не тратились бы ежегодно на аккаунты знаменитостей, в которых они рекламируют там очередной пресс для группы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова